Кворум есть, можем работать. Общественная палата Щелковского района собирается на свои заседания по мере подготовки вопросов для принятия общим составом. Работа властей городского поселения Загорянский с лета прошлого года была под пристальным вниманием общественной палаты. В связи с многочисленными обращениями жителей там была применена установленная законом процедура общественного контроля. 27 февраля прошли общественные слушания, на которых были систематизированы и озвучены жалобы жителей на деятельность органов местного самоуправления с предоставлением доказательств. Лейтмотив слушаний – жители не могут достучаться до своей местной власти, которая очень многие вопросы оставляет без внимания, в их числе содержание дорог, благоустройство, водоснабжение, землепользование. Администрация Загорянки и общественной палате не предоставила адекватных ответов на вопросы, хотя ей после слушаний было дано еще две недели. Вот, допустим, зона отдыха, да, не решается вопрос, что нет решения запретов туда проезда. Ответ получаем. А вот мы убрали озеро в другой стороне. Ребята, вас спрашивают про подъездную зону в зоне отдыха, в речной зоне. Вас не спрашивают про озеро, которое убрали. Убрали? Молодцы! Но вы ответьте на тот вопрос, который вам задавался. На заседании палата утвердила протокол общественных слушаний, а также документ, который может в корне изменить ситуацию в органах местного самоуправления Загорянки. Базовым и изначальным предложением является то, чтобы направить в адрес губернатора Московской области обращение с просьбой о досрочном освобождении от должности руководителя администрации городского поселения Загорянки, еще областного района, решительность за утрату доверия с приложением, естественно, всех материалов публичных слушаний. Непростая ситуация в ЖКХ и пути ее в управление. Это едва ли не главная тема в работе общественной палаты. Прошлой осенью палата вышла с инициативой по самоорганизации председателей Советов многоквартирных домов, чтобы они могли эффективнее взаимодействовать с администрацией района, управляющими компаниями, надзорными органами, а также Мособл ЕРЦ, к работе которого до сих пор большие претензии у жителей. Была создана автономная некоммерческая организация «Щелковский управдом» под руководством члена общественной палаты Алексея Фураева, которая, похоже, оказалась мертворожденной. За полгода работы никаких инициатив, предложений или рекомендаций от нее палата не увидела. Мне, как представитель профильной комиссии, очень обидно. Планы на 2016 год сверстнуты, утверждены, отправлены даже в правительство Московской области, в общественную палату Московской области. У нас были запланированы совместные мероприятия. Алексей Владимирович Фураев не выполнил ни одного из них. Больше того, как только общественная палата обратилась к анализу деятельности управдома, было сделано неприятное открытие. И, наконец, что стало удивительным, что, оказывается, в течение более чем полугода юридическое лицо, оно «Щелковский управдом» до сих пор не зарегистрировано, то есть вести свою деятельность не имеет права. Это тем более удивительно, что, по словам коллег, Алексей Фураев сам, являясь председателем Совета дома, проявлял интерес к работе. Почему не получилось, узнать не удалось, на заседание он не пришел. В итоге общественная палата приняла решение вернуться на несколько шагов назад. Палата возвращается к выработке этого вопроса и постарается в самом оперативном режиме совместно с администрацией «Щелковского района» собрать председателей, приступить к более качественной регистрации, созданию регистрации такой важной для «Щелковского района» структуры общественной. Также члены палаты активировали процедуру общественного контроля за предстоящими в сентябре выборами в Государственную и Московскую областную думы и утвердили три кандидатуры консультантов-экспертов общественной палаты. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».